В своём выступлении также он задел такой вопрос, как Чингисхан. Я всё время своим студентам говорю, наша национальная история настолько богата, что нам не нужны ничьи исторические деятели, нам бы изучить своих деятелей. Что касается Чингисхана, то здесь не надо изобретать колесо. Есть прекрасная работа историка, причём основанная на монгольских источниках. Она вышла с Ардыхан Кхенаятулы на казахском языке. Он написал на монгольских источниках эту книгу и говорит, что Чингисхан якобы казах и так далее. Это вообще бессмысленно. Нам бы изучить своих исторических личностей, исторических героев и не присваивать ничьих чужих. Далее очень важный вопрос, который поднял Тажин, это вопрос о том, что необходимо изучать современную историю. Но я хочу сказать, что зацикливаться только на современной истории всё-таки не надо. Опять же, я всё время говорю своим студентам, что независимость возникла не на пустом месте. Ей предшествовал огромный период истории Казахстана, и ни одно поколение казахов отдали свои жизни, их идеи были направлены именно на это. Поэтому прежде чем изучать независимый Казахстан, надо достаточно хорошо изучить всю богатую историю казахского народа. Естественно, современную историю тоже надо изучать, потому что большинство работ, которые написаны, они идут как бы хроника того или иного деятеля, хроника событий современной независимости. Естественно, нужен анализ. И вообще во всей исторической науке нужен анализ сейчас. Тот период, когда мы занимались, я в том числе, описательством, первые годы независимости, необходимо уже перейти на следующий более важный этап. Это обобщение, это анализ, а не просто собирание архивных, как сказал Тажин, архивных документов в архивах, библиотеках и так далее. То есть необходимо сейчас анализировать, обобщать и так далее. То есть поднять историческую науку на более высокий уровень. Что касается, кто же этим должен заниматься? Конечно, вот недавно было заседание под Институт истории России, организовал такое заседание, тоже вопросы отечественной истории. Причем приглашались и депутаты, и историки, и преподаватели, в очень масштабном проходило это заседание. И также поднимались вопросы истории. То есть у нас необходимо привлечь абсолютно историков всех для обсуждения вот таких вот фундаментальных вопросов, вопросов программы истории Казахстана и так далее. Помимо ученых, я уже сказала, что должны принимать участие практики и так далее. Затем очень важный вопрос, это учебники, наши учебники. Пора переходить от критиканства учебников к реальным, значит, критиковать это проще всего. Необходимо предлагать свое мнение, свои какие-то новые учебники. Если есть что сказать, пожалуйста, пишите, говорите об этом. А просто критиковать это уже, мы опять же отошли от этого первого периода. Необходимо новые программы, в которых должны принять участие Министерство образования и науки, Министерство культуры, институты национальной истории, институт современной истории, который в Астане. И все вместе они должны решать вот эти вот проблемы. Далее одной очень важной проблемой является, конечно же, то, что головным учреждением, которое должно возглавить всю эту исследовательскую работу по истории Казахстана, конечно же, должен стать Институт истории и этнологии имени Чуканова и Лиханова, Министерства образования и науки. Им сам Бог велел заниматься вот этими вопросами, потому что без вот такого центра, у нас есть ассоциация историков Казахстана, но какой-то вот такой реальной работы, я являюсь членом этой ассоциации, какой-то реальной работы, к сожалению, не видно. И вот Институт истории, он должен заниматься вот этими проблемами, объединять, делать совместно с другими учеными методику, методологию вырабатывать и так далее. То есть вот такие вопросы поставлены были в выступлении Тажина, и они являются действительно насущными, те задачи, которые необходимо решать исторической науке вот в ближайшее время.